Здравствуйте, в студии Лиза Фабиани. Именно так начинает свои видео вмиг, ставшие популярными в сети интернет Лиза Фабиани. Девочке всего 10 лет она родилась и выросла во Флоренции, в смешанной семье. Хоть мама Лиза и россиянка, родной язык все же итальянский. Как раз с мыслью улучшить свой русский около года назад, Лиза записала первый видеоролик и выложила его на YouTube. Я раньше снимала с обычного телефона и с обычной палкой селфи. А потом я начала читать разные книги, смотреть разные видео, чтобы было лучше, снимая. И узнала, что камера не должна трястись, а должна просто стоять. Теперь некоторые видеолизы за несколько месяцев набирают десятки тысяч просмотров. В сюжетах юные блогерши и итальянцы пробуют блюда русской кухни, рассказывают о России и наизусть читают Пушкина. Я ем весь ветер, да я. Всю работу по созданию видеоблога десятилетняя девочка выполняет сама. Сама настраивает оборудование, сама снимает собственные стендапы и сама монтирует, можно сказать, профессионального качества видео. Прикольная фото получилась. К увлечению дочери родители отнеслись всерьез. На Рождество у Лизы появилась зеркальная фотокамера со штативом, микрофоном и светотехникой. Поначалу я думал, что это просто мимолетный каприз, но теперь я вижу, у Лизы действительно серьезные увлечения. Она посвящает ему очень много времени. Я рад, что дочка нашла новых друзей в России, с которыми постоянно поддерживают контакт. И она уже хороший фотограф. Сейчас установили новую программу для монтажа, со светом работает, корректирует. Меня обучает по ходу дела, потому что все, что делаю я, неправильно. У нее свой профессиональный взгляд на это, как выставить кадр, где она должна стоять, с какой стороны должен быть свет, что она должна говорить, как это должно быть сказано. И работаем, конечно, над речью. Это вполне возможно, что станет для ее будущей профессии. Выберет она, главное, чтобы ей нравилось. Я поддержу.